здравствуйте дорогие мои зрители сегодня ко мне пришла посылка от анны из санкт-петербурга с бусами на переделку анна моя подписчица она смотрела видео ей понравилось то что я делаю и вот она решилась и прислала мне свое украшение чтобы я создала из них что-то новое давайте откроем вместе с вами посылку и посмотрим что прислала мне анна вот такая чудесная коробочка смотрите запиской с какими-то очень красивыми там украшениями так посмотрим и что-то анна мне положила здесь что-то очень интересное ароматическое пенище средства для ванн арома каприз спасибо анна мне очень приятно смотрите какие красивые здесь веточки прям идея для бус видите синие ягодки и зеленые листики на коричневой веточке у меня прям сразу в голове идея бусы такие сделать очень красивые там какие-то две девочки умываются кроватка красиво все оформлено благодарю вас спасибо большое мне очень приятно ну а теперь заглянем в коробочку здесь лежит какой-то красивый мешочек очень красивыми бусами я даже отсюда вижу эти цвета необыкновенные аккуратненько все вынем посмотрим что здесь мой ой ой надо было на полотенце не рассыпайтесь как дети у меня на занятиях маленькие как горох рассыпаются в разные стороны так вот такая небольшая точка бус но очень красивые цвета просто обалденно красивые цвета и бусина давайте их рассматривать ну вот я их рассортировала положила на такой материал чтобы они не улетели не уже не убежали у меня и вот мы с вами видим чудесные камни это уникс зеленый с такими коричневыми украплениями смотрите бусинки все ровненькие наверное сантиметров миллиметров 12 это бусы из тигрового глаза тоже такие крупные 10 миллиметров бусины и здесь очень красивое украшение наверное тоже фендмейт ручной сборки с различными камнями и розовый кварц смотрите такие бусинки длинные и нефрит или индийский агат не знаю что это точно и сердолик и аметист и маленькие бусинки тоже тигровый глаз сердолик розовый кварц и вот этот зелененький прозрачный и аметист замочек такой симпатичный смотрите какие бусы сейчас я прочитаю вам что хочет анна здравствуйте елизавета перед вами мои украшения бусики оникса вот эти да и из кошачьего глаза достались мне от моей родственницы носить их в виде нитки бус я не смогла они показались мне очень скучными а вот колье из разных камней мое но к сожалению его она разбилась при падении да я заметила что вот эти камушки и вот эти камушки видите отбиты но это ничего страшного я думаю что можно даже найти такие камушки в москве все можно найти при желании мои пожелания соединить оникс и кошачий глаз на жесткой проволоке виде грозди ягод крыжовник виноград добавить бронзовые диски листики и так далее украшение украшение не должно быть длинным хочу чтоб она красиво перекрывала зону прикрывала зону декольте да ну будем собирать мерить и потом смотреть какого какой длины украшения эти вместе мы соединяем мое колье из разных камней необходимо починить и добавить вашу изюминку придать новую жизнь если получится серьги то они должны быть длинными подходить к обоим украшениям значит они должны быть наверное зеленые или вот такие тигровые потому что здесь есть тигровые глаз и здесь есть и в принципе зеленые бусинки есть ну хорошо браслеты я не ношу спасибо она спасибо вам она за возможность поработать с вашими бусами и придумать для вас новое интересное украшение а что у меня получится что я придумаю сделаю я покажу и сниму во второй части моего видео так что оставайтесь со мной дальше будет еще интереснее и так украшение для анны готовы сейчас мы будем их рассматривать с вами получилось три колье и две пары сережек она просила сделать два колье но у меня оставались еще бусинки и я сделала от себя небольшой подарок для анны из оставшихся бусин и сделала третье колье это будет сюрприз ну давайте приступим с вами просмотру первое колье разноцветное помните у анны был были бусы на веревочке на тесьме такой яркой желто-зеленый и вот эти вот такие красивые каменные зубчики были на этой веревочке хаотично размещены такой такие бусы нарядные были но к сожалению они упали у анны и три палочки вот эти три каменные зубчика сломались и она попросила их починить и перенизать на мэмори проволоку сначала я хотела эти бусы разделить на два колье по цвету я хотела сделать из зубчиков вот такого сердолика и тигрового глаза и кругленьких шариков бусинах сделать колье осеннее а из розово-зеленого сочетания вот этого розового кварца и зеленого камня я хотела сделать весеннее колье если у кого-то такие бусы есть потому что они довольно известные вот эти вот бусинки я их видела у кого-то на канале у других блогеров и вы захотите сделать два колье осенне и весеннее я вам сейчас дам идею как бы я их соединила вот посмотрите как я их разъединила вот такая у меня была задумка но анна хотела оставить такое вот разноцветие чтобы бусы могли видимо подходить к любой одежде и это тоже хорошо потому что смотрите можно и розовое надеть платье и зеленое и коричневое то есть имея такое украшение можно надеть любой наряд любое платье эти бусы смотрите они будут подходить под любой абсолютно цвет ну давайте посмотрим что там получилось у меня с обратной стороны вот такое колье на memory проволоки с обычным замочком лобстером в общем ничего здесь сложного нет что я здесь добавила своего я между камушками всеми поставила такую маленькую галтовочку я думаю это принят зеленого камушка там такие красивые еще включения необычные внутри ну не знаю что это за камень такой вот ну он подходит сочетается такой свеженький свежесть придает украшению сочетается с розовым и с этим зеленым цветом и добавила между всеми бусинами абсолютно между всеми стоит маленькая бусинка гематита проставочная чтобы колье разъединить чтоб она выглядела воздушным в оригинале там были узелки ну то есть на нити были сделаны узелки а на memory проволоки чтобы все плотно не сидела чтобы было было ощущение воздушности я проставила маленькие бисеринки из гематита колье довольно тяжелое массивное я взяла memory проволоку толщиной 1 миллиметр чтобы ну как бы колье долго служило потому что под тяжестью камней проволока может деформироваться и вот такая жесткая проволока довольно такая нам закрутить ее было тяжело даже вот чтобы поставить замочек она будет держать вот эту эти камни хорошо к этому колье я сделала сережки они довольно длинные поставила по две бусинки розового кварца внизу зеленый уникс вот такие сережки второе украшение ягодное об этом попросила меня она у нее были двое бус из тигрового глаза вот эти бусы и зеленые из оникса и ей захотелось также на жесткой проволоке иметь ягодное украшение с виноградом и кражурник ну и по центру я здесь разместила гроздь винограда собрала ягодки на колечки там такие колечки в два оборота и добавила листик дальше у меня такие гроздья коричневых ягодок из тигрового глаза потом крыжовник зеленый снова из оникса и еще по одной ягодке то есть как бы на нет на уменьшение уходит гроздья между ними я поставила листочки но чтобы как-то оживить это колье и придать ему хоть небольшую спелость я добавила маленькие бусинки сердолика вот они сверху на листиках видите висят по три штучки здесь по 3 а вот здесь по одному по одной маленькой ягодки сверху листика и ну незаметно но такой какой-то цвет розоватый в нем появился до чтобы она все-таки было добавил какой-то третий цвет чтобы она была более ягодная между всеми гроздьями я поставила чередовала бусинки тигрового глаза и по три штучки по бокам оникса и затылочная часть вся из тигрового глаза получилось вот такое украшение богатое такое красивое видите с обратной стороны вот так вот замочек лобстер к этому украшению я сделала серьги вот такие сережечки смотрите ягодки внизу я разместила листики бронзовые дальше зеленые оникс и сверху тигровый глаз бусинки такие они получились длинные и игриво листиками они будут вот так на ушах мерцать легкие такие сережечки воздушные правда и сочетаются с этим колье и последнее колье я сделала в подарок они она из остатков бусин оставались сколько тут получается 12 13 до 1 бусинка осталось 13 бусинок вот этого зеленого камня оникса и я решила сделать украшение со стрекозой были у меня такие две стрекозки купила я их но не смогла пройти мимо потому что очень они мне понравились такое украшение в стиле модерн начало двадцатого века посередине стрекозка здесь такие какие-то растительные мотивы зеленые стрекоза насекомое водная и я поставила по три бусинки справа и слева от стрекозы применила фурнитуру тоже такой довольно изящную ажурную под бронзу с цветочным узором и здесь вот три не три бусинки и опять такая же фурнитура затылочной части я поставила маленькие бусинки из оникса которые уходят совсем на уменьшение получилось такое тонкое изящное колье но и на спине спряталась маленькая пчелка смотрите как символ удачи пчела вот она будет там на другой стороне шеи если они не понравятся вот эту удлинительную цепочку можно снять она на колечке в два оборота ее можно легко открепить вот если она там как-то будет мешать на спине но получилось такое летнее легкое украшение она не совсем под шею так как бы чуть больше я так поняла что они хочется чуть побольше чем он просто чокер украшения не под шею а в зоне декольте и все украшения такие на жесткой проволоке но в зоне декольте правда красивое украшение получилось со стрекозкой такой изящное летнее можно сказать повседневное потому что она достаточно тоненькая а теперь посмотрим все три украшения на манекене чтобы увидеть как они будут смотреться на человеке вот первое украшение лежит она очень хорошо на шее но такое удобное закрывает она зону декольте можно носить широким вырезом такое летнее плантями представляется воздушная легкая и вот это вот украшение но конечно очень такое свежее очень красивое украшение и сережечки к нему вот так вот будут справа и слева дополнять второе колье ягодное повторюсь что это была задумка анны она попросила меня сделать ягодное колье на жесткой проволоке с листиками и фурнитурой под бронзу вот он виноградик листики с розовыми ягодками ягоды из тигровых глаза зеленые то они так чередуются все и получается что здесь больше краям поменьше ягодок и к нему сережки тоже такие с листиками ягодки длинные серьги получились вот такие с маленькими листочками колье сюрприз со стрекозой такое нежное колье речное со стрекозой напоминает витражи альфонсо мухи или стиль модерн двадцатый век такое я пыталась сделать колье мне нравится очень эта эпоха эти художники вот у меня получилось такой вариант и с обратной стороны пчелка на удачу вот такой небольшой сюрприз для анны я люблю делать сюрпризы мне нравится доставлять людям радость посмотрите правда милая очень милая такое нежное колье получилось смотрите эти сережки тоже подходят сюда и вот смотрите все что осталось остатки вот эти бусинки которые откололись от большого колье но их можно заточить посмотрите вот этот вот скол можно отнести мастерскую и мастер обточит их будут такие маленькие кулончики на веревочку на шнурочек можно их повесить и вот три бусинки всего осталось просто их было нечетное количество поэтому вот эти лишние можно их просто на шнурочек повесить или пускай как запасные лежат а на этом я заканчиваю свое видео всем желаю всего самого-самого наилучшего создавайте свои украшения вдохновляйтесь носите украшения радуйтесь главное чтобы все наши милые радости наше украшение приносили нам только положительные эмоции всего доброго до встречи на моем канале а Субтитры создавал DimaTorzok